Ну а тем временем на Масленице в Яутровске снова не перевернули блин-гигант. Сделать это пытается уже в 12-й раз. Но больше внимания гостей, кажется, привлекал бесплатный стол с гигантской продукцией местных производителей. В какой-то момент организаторам даже пришлось призывать людей к порядку. Лариса Соловьева оценила масштаб гуляний. Огромный гамбургер, гигантская колбаса, попкорн, великан. Сельдь под шубой весом в 100 килограммов. Чтобы приготовить эти блюда, поварам потребовался не один день, но зрители тоже готовились. Вы уже приготовились дегустировать? Да. Заняли, получается, первые ряды? Конечно. Сразу же, с утра. Я рано, я в 9 уже здесь была. 11 участников фестиваля готовы предложить полноценный праздничный стол с закусками, горячим и даже десертом. Еды хватит всем, повторяет ведущая. Но презентация блюд затянулась и нервы не выдерживают. Друзья, я вас очень прошу, соблюдайте здесь в порядок. Выдите из-за зоны ограждения, пожалуйста. Не надо наклоняться, граждане. У егантомании в Елутеровске обнаружились исторические корни. Конфета великан Гулливер, которую выпускала местная кондитерская фабрика, положила начало продукции больших размеров. Символ фестиваля Гулливера – аппетит, как у Гаргантюа. Калбаса вкусная, рыба вкусная, щука. Ну, дома распробовать будете? Так я попробовала, но еще и дома попробую. Вы прям все насобирали, напробовали? У меня несут, несут. Очень вкусно. Вы не хотите попросить у них рецепт? Ну, так будто у нас стоим. А что нет, что? Стоит, а что не стоит. Конечно, стоит. Гигантская еда заканчивается в считанные минуты. Но это только разминка, закуска перед основным блюдом – огромным елутеровским блином. Чем меньше еды остается на дегустации, тем плотнее становятся ряды зрителей на этой площадке. Это халява сладкая, но этот блин просто масляничный, всегда самый вкусный. Дома пекем не то, а масляничный на свежем воздухе, с дымком, до стещенных рук. Самый вкусный. Пекари своих зрителей понимают, ведь и сами запаслись гигантской бесплатной колбасой. Пока команда колдует над сковородой, гостей угощают чаем из огромного самовара. Но острожный напиток не вызывает особого ажиотажа. Все приехали за блином. Вывалы и знают. Насколько это сложно – урвать кусочек блина? Это очень сложно. И вот она кульминация – переворачивание блина. В 12-й раз гигант порвался, но ведь и есть его собирались не целиком. Нам блин! Нам блин! Нам блин! Кушать хочу блин, хочу! Доми-то блинами не кормят? Нет! Вообще нету дома блинов. Здесь вкуснее. Это не жадность, уверенный организатор. Это широкая русская душа. Но насытить ее помогает смекалка. Маленькие участники кулинарного шоу точно голодными не остались. Лариса Соловьева, Александр Изосимов. Тюменское время.